Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. В видео «Спросите у Татьяны», где мы говорим о самых интересных, оригинальных аспектах русской грамматики и лексики. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы. Они мне очень помогают находить идеи для видео. Также лайкайте, подписывайтесь и смотрите на моём канале, мой клуб «Русская дача» для самых позитивных и мотивированных людей, которые изучают русский язык. Это видео и подкасты каждые пять дней. Нас уже 500 человек. А сегодня у нас глаголы «растить-вырастить» и «расти-вырасти». Эти глаголы значат «быть больше-больше-больше-больше-больше». Расти. Растить-вырастить и расти-вырасти. Опять, как помните, мы изучали глаголы «путать», «перепутать», «запутаться». Здесь вопрос «есть объект или нет объекта?» Растить-вырастить у нас есть объект. Растить-вырастить обычно это люди, животные или растения, то есть цветы и так далее. Мы делаем с ними что-то, они наш объект. Например, они вырастили семерых детей. Семерых значит семь. Они вырастили семерых детей. То есть они родители семи детей, у них семь детей. И они этим детям давали еду, дипломы в университете и так далее. Они вырастили семерых детей. Также можно растить цветы, например. Да, растить цветы. Есть такое стихотворение, поэма. Я думаю, это, я не знаю, может быть, он испанский поэт, но он пишет на испанском. Хосе Марти, и у него есть стихотворение «Я розу белую рощу для друга и зимой и летом». Это русский перевод. «Я розу белую рощу для друга и зимой и летом». То есть я эту розу поливаю, может быть, я открываю окно, чтобы ей был свет, этой розе. «Я розу белую рощу». Растить. «Я рощу, ты растишь, они растят». Такие непростые формы. Да, я рощу, ты растишь, они растят. То есть растить – это обычно, да, людей, цветы и так далее. Но у нас есть такой интересный глагол – это выращивать. «Выращивать». Выращивать – это как растить, но выращивать – это больше обычно для бизнеса, чтобы потом продать. Обычно это для бизнеса, чтобы потом продать. Можно выращивать помидоры, да, то есть, например, если у меня есть помидоры дома, и они для удовольствия, просто чтобы… «Это моё хобби, мне нравится», тогда мы скажем, я ращу помидоры, да. Но если это помидоры, чтобы потом продавать, мы скажем, я выращиваю помидоры. Вот так. Такой интересный нюанс. Мы также выращиваем животных, да, обычно, чтобы тоже продавать или есть. Кстати, мне всё меньше и меньше нравится эта идея. Я ещё не вегетарианка, но сейчас, когда я покупаю мясо, для меня важно знать, где выращивают этих животных и как их выращивают. Есть у них место там или нет. То есть это очень важно для меня, как их выращивают. Вот, то есть можно выращивать овощи, фрукты, можно выращивать животных. И обычно выращивать – это как бизнес, агрикультура. Расти-вырасти – это когда нет объекта. Я расту, да, я расту. Дети растут и вырасти, значит, где я была ребёнком, где я была в школе, в детском саду. Например, я выросла в Северодвинске, я выросла на севере России. То есть я жила там до пятнадцати лет, значит, я там выросла. Напишите, друзья, где вы выросли. Я вырос, я вырос, не знаю, в Камеруне, я выросла в Испании и так далее. Так, волосы растут тоже, да, волосы растут. У меня волосы растут очень-очень быстро, да. А ногти у нас тоже растут, ногти растут. Дерево растёт, например. Ах, смотри, на крыше растёт дерево, да, расти. Тоже, когда эта вещь или человек, они сами активно, когда это не объект растёт. Тоже что-то, что-то абстрактное, да, например, в стране растёт недовольство. А, недовольство, это когда люди недовольны, да, в стране растёт недовольство, значит, люди всё более и более недовольны растёт. Что ещё можно сказать? Также интересная фраза, когда, например, девочка маленькая, и дети быстро растут, и у неё была обувь, ботинки, да, ботинки, и сейчас они слишком маленькие для неё. Тогда мы можем сказать, она выросла из ботинок. Она выросла из ботинок. То есть она слишком большая для этих ботинок. Она выросла из ботинок. Вот, дорогие друзья, я думаю, что это очень важно. Мы часто используем эти глаголы. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, и напишите ваши идеи, что бы вы хотели ещё увидеть в этом видео. Я вам говорю, до скорого. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!